добро пожаловать на уроки Торы. Обычно эти уроки я отдаю на фоне книг, тут немножко другой фон, но уроки все равно будут по Торы, уроки будут основаны на еврейских книгах. Не переживайте. Наша недельная глава, это недельная глава Рэй. Рэй переводится как «Смотри». Мой шрабель обращается к еврейскому народу. И евреям говорят «Вот, смотрите, я вам даю браха в иклалах». Браха — это приводится обычно как «благословение». Иклала — это наоборот, просто обычное проклятие. В Торе написано, что я даю вам браху в благословении и проклятие. И вся неделя и матовича начинается то, что мы все хотим. Твой, я уверен, я не знаю, кто этот урок слушает, кто его смотрит. Одну вещь я уверен, что все, кто его смотрит, хотят быть, чтобы у них было благословение. Каждый, может, по-разному это понимает, но все хотят быть благословенными. И никто не хочет быть проклятым. Я уверен, если нормально, мне люди слушают. Это все, что все хотят. Мы молитвы, очень интересно, мы в каждой молитве шпунавесра в пятом благословении. Мы просим Всевышнего, чтобы он нам благословил этот год. Каждый день этого года мы говорим «Бороха лейна шоназос» «Благослови нам наш Бог». То есть мы просим. Слово «браха» в иудаизме всегда встречается. Единственное, что у каждого человека понятие благословения, оно немножко по-разному. Сказывать полушутую шутейную историю, когда встретились два еврея. И один друг говорит «О, Иза, я смотрю, ты купил книжку». Он говорит «Да, я купил книжку, называется «Как стать миллионером». О, Иза, я тебя поздравляю, даст Бог. Но, к сожалению, в этой книжке эта книжка поддержанная. И в книжке не хватает почти полустраниц. Ну, Иза, слушай, полмиллиона тоже хорошие деньги. Так, люди хотят стать благословенными. Хотят, чтобы у них была браха. Хотят, чтобы у них был миллион. Но иногда проблема в том, что в их книжках не хватает страниц. Каждый, во-первых, по-разному понимает. Более умные люди уже понимают, что все-таки не в миллионе благословения. Особенно в наше время миллион – это уже не деньги. Некоторые люди вам скажут, что это здоровье, это день, наши дети, наши внуки и так далее. Все мы хотим, так мы это не понимали, чтобы у нас была браха, но мы никогда просто не до конца понимаем, во-первых, что это значит. И уж тем более многие не понимают, как ее заслужить, получить это благословение. Перед тем, как мы начнем нашу недельную главу, которая будет, конечно, посвящена, я хочу маленькое вступление сделать, что, как всегда, кроме того, что у нас есть недельная глава, она постоит еще на календарь тоже. И в еврейском календаре нет совпадения, что каждая глава выпадает именно в этот месяц. Мы сейчас, через несколько дней, начнем новый месяц, Элур. Прошлую субботу мы его уже благословили, и, даст Бог, в эту субботу Рошхондаш будет два дня, суббота и воскресенье это Рошхондашалу, то есть 1 июля это воскресенье. И мы начинаем новую полосу еврейского календаря. Еврейский календарь вообще в целом в еврейском календаре стоило бы минуту упомянуть. Его очень многие четко говорят, что он похож на спираль. То есть мы идем, с одной стороны мы движемся по кругу, каждый день, каждый год мы проходим еще один Элур, еще один Элур. С другой стороны мы двигаемся вперед, то есть мы и идем по кругу, и движемся вперед, это как спираль. То есть представьте себе, если есть 12 секторов, когда разделить окружность на 12 секторов, если так можно сказать, то есть есть каждый месяц, значит мы проходим еще раз Элур. Варухаше мы в прошлом году прошли Элур, позапрошлом, что сейчас мы опять входим в эту луловскую часть года, но с другой стороны мы движемся вперёд. Поэтому я себя ловлю очень часто, я знаю, я себя часто ловлю, потому что мой урок каждый год, который связан в связи с кондуром, много чего повторяется вроде бы, и опять законы субботы, опять законы суккота, опять законы, но с другой стороны движемся. И сейчас мы, вот в этой спирали мы сейчас входим в дни луля, на самом деле это 40 дней. Очень интересно, они начинаются, эти 40 дней, вот сейчас они начнутся у нас, и они заканчиваются в Йогипур. Сейчас число 40 часто встречается в идаизме. Мы сейчас, вот через несколько дней вступим в эти 40 дней. Они необычные, потому что в пустыне там было 3 раза по 40 дней. Сначала в Шивот мы получили Тору, 40 дней больше был на горе Синай. На 40-й день он спустился, и, к сожалению, он увидел золотого тельца, он разбил с Кайжалем. Потом 40 дней он ждал на горе Синай, пока его Всевышний не простил, его еврейский народ. И в Эллу, в начале месяца Эллу, он опять поднялся на гору Синай, и 40 дней он заново получил вторые скрижали. И в Йогипур он спустился со вторыми скрижами, это будет Йогипур. То есть мы сейчас идем по нарастающей, и сейчас те 40 дней у нас сейчас будут, если прошлые 40 дней, они в фаллической литературе называются немножко даже 40 дней гнева, и мы еще попрашивали прощения, это сейчас 40 дней Рахамин. Наоборот, Всевышний он милосердный. И сейчас мы начнем эти 40 дней, это число 40. Тоже упоминается Миква, это ритуальный бассейн. И многие у вас, конечно, это знают, что есть такая вещь, как Миква. Миква очень часто в людях встречается, когда есть вещи или у человека духовная нечистота, вещь надо окунуть в Микву. В наше время очень многих законов нет, потому что в наше время очень многие этих законов мы не соблюдаем, потому что у нас нет красной коровы. Но в целом Миква – это вещь, которая очищает этот бассейн воды, но он очищает духовную нечистоту. И в Микве написано, Миква должна быть величиной 40. СО – это объем, величина объема еврейская. Миква по своей величине, она 40 СО должна быть. Интересно, что первая буква слова Миквы, МН, тоже 40. И есть, которые говорят, что мы сейчас входим в какую-то эту большую Микву. Человек, вот эти 40 дней, это как бы 40 частей вот этой Миквы, мы как бы должны очиститься. И не только очиститься, что есть какая-то грязь. Но это тем, что грязь смыть. Кстати, эта Миква, это очень сложный закон, это не просто какой-то бассейн воды, должна быть свежая или дождевая вода. Миква должна быть построена под большим компетентным раввином. Но вот эта Миква, эта вода, она очищает, как она работает. В комментарии говорят, что когда или сосуд, или человек погружен в Микву, он должен быть полностью погружен в воду. И таким образом, он как будто полностью отрезан от этого мира. В этом мире, в котором уже есть очень много всего, конечно, хорошего, есть какая-то нечистота. Когда вещь или человек попадает в эту Микву, он превращается как кусок, он полностью отрезан от мира. И потом, когда он поднимается, уже будет другой человек. Или человек, или посуда, то, что мы окунаем. И поэтому интересно, что Миква пользуется не только, чтобы очистить духовную макоммуническую, то мы окунаем, например, это уже там в наше время, простую посуду, которую мы покупаем в магазине. Мы надо её окунуть в Микву. Не то, что она духовно нечистая, никакой там грязи нету, но она теперь становится еврейской посудой. Ты должна её окунуть в Микву. Она теперь превращается в более кого-то святую посуду. То же самое, если неевреи принимают иудаизм. Основная часть Геюра, чтобы принять Геирус, надо окунуться в Микву. И мужчина и женщина, когда они принимают иудаизм, они зашли в Микву неевреем, а выходят из Миквы евреем. То есть Миквы она как бы заново превращает нас, заново человек рождается, заново вечно рождается. Наши люди все говорят, что занимают 40 дней, тоже число 40. От зачатия до того момента, когда зародыш, уже какая-то есть душа, занимают 40 дней. То есть первые 40 дней, это как бы там совсем никакой души нету. После 40 дней, после зачатия, там уже как бы зародыш уже считается, что там есть душа, многие циклологические законы на этом построены. Там, если не надо, надо кому-то аборт делать, сложные законы, но занимают тоже 40 дней. То есть 40, это то число, когда что-то заново рождается, что-то изменяется. Это Миква, это зародыш. 40 дней заняло евреям получить Тору, потому что это те 40 дней, когда евреи превратились в еврейскую нацию. Заняло 40 дней. И теперь мы входим опять-таки в 40 дней. Шуве, Рахамим, это вот эта спираль, мы сейчас входим в эти 40 дней, когда мы, слово раскаяние, покаяние, подразумевает, что что-то, есть какая-то грязь и какой-то грех. К сожалению, все мы, нет человека безгрешного, уже царь Соломон сказал. Но кроме этого, кроме того, что мы обязаны, конечно, смыть с себя какую-то грязь, если у кого-то она есть, мы заново можем родиться. У нас каждый год в это время, у нас в эти 40 дней подготовиться к Святым Дням, Рашашана, Йом-Кипур, человек может стать точно так же, как Никва делает еврея 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 еврея, так еврея тоже может стать другим евреем, человек может подняться на более-другой и более высокий уровень. То есть, начинается это, даст Бог, вот эту субботу, это шхой шелу, и это как бы трамплин, не прыгнуть в Микву, а трамплин, чтобы подняться, подняться, и даст Бог, действительно, чтобы мы удостоились. Теперь, в связи с этим в нашей ельнице глава значительно важнее тебя. В нашей ельнице глава, которая нам дает браху, которая нам учит о благословении, мы хотим, все хотят, чтобы на браху на будущий год. Многие люди, многие люди специально ездят в сайте в святые места перед Рашашана, на Рашашана. Многие люди приходят специально к праведнику попросить браху. Все верующие евреи приходят, конечно, в синагогу, Рашашана, как мы все хотят. Мы хотим, чтобы у нас было благословение, в Гебенче, вымыли в Гебенче, в Гебенче, Рашашана, в Гебенче. Так наша ельнице немножко нужно ей помочь. Что же такое благословение, как его получить? Давайте посмотрим, если вы посмотрите начало ельнице, я перевел его в смотри, но дальше ельнице говорит в ношном числе. То есть первое слово Реэй, это в единственном числе. Тора обращается к нам, говорит, смотри, то есть Тора обращается к каждому из нас в отдельности. Реэй, смотри. После этого написано я даю, кладу перед вами сегодня браха, ваквала, благословение и проклятие. Значит, Тора переходит с единственного числа на множество. Смотри, единственное число, я даю перед вами в множественном числе браха маквала, благословение и проклятие. Многие комментарии обращают на это, конечно, внимание. Во многих переводах, кстати, это упущено, ни в коем случае я их не венюю, потому что любой переводчик пытается сделать перевод Тора, чтобы он был приятный, чтобы он легко был читат. Если Тору действительно переводить с точностью мозговетическим и просто простому читателю будет она непонятна. Подразумевает, что вы читаете Тору с комментариями. Настоящая Тора в оригинале сама-само подразумевает, что вы ее читаете с комментариями. К сожалению, не все русскоговорящие, англые, я знаю, что я слышу. И такие люди, которые читают перевод на это готовы. Поэтому часто в переводах это упущено, но в оригинале еще раз написано «Смотри, я даю перед вами». Почему же мы перешли на множественное число? один из комментариев упомянуть. Ремой Шафаич, Ремой Шафаич, не говори, что каждому из нас Тора говорит, что поскольку перед всеми в множественном числе есть брака и клала, твоя жизнь как единица зависит от большинства. То есть, если ты попал в хорошую общину, если ты живешь в хорошем городе, ты, в единственном числе, получаешь браку, который у всего города. Ты можешь говорить, что есть средние люди. То есть, есть классические разделения праведников, те, которые наоборот, и средние люди. Ты можешь говорить, что если большинство праведников, ты даже человек, который средний человек, он тоже уже, знаете, он уже получает браку. Если, не дай бог, наоборот, большинство в том месте или в том районе, или в том городе, или в той нации, к сожалению, наоборот, тогда же человек у него, он посредине, но он тоже, не дай бог, может получить проклятие. Это очень важно. Смотри, я даю вам, и поэтому человек должен выбирать очень аккуратно, где он живёт, с кем он крутится. На самом деле, Раму, когда он приводит законы, он приводит, это основано на Демориуме, что Всевышний, он так судит мир, вопрос, почему он так решил, но Всевышний судит мир по большинству. И Раму говорит, что город, смотрит на город большинство города, смотрит на страна большинства страны, как нация, большинство нации, мир. Если вы помните, когда Лота, надо было спасти Лота из этих двух городов, там Всевышний разрушил дом. И Абрам пытался умолить Всевышнего, что если там есть какие-то праведники, эти праведники могут спасти без гор. То есть мы видим, что иногда судится город как что-то цельное. И теперь единицы каждому человеку говорят, смотри, брахада на всем, будь аккуратнее, где ты живёшь. Кроме этого, второе объяснение, говорят, это уже не романтичное, что другие комментарии говорят. Наоборот, каждый единица, каждый индивидуум сам по себе должен чувствовать, что от него зависят все. Понимаете, Раму говорит, другие приводят классические примеры, как весы. Весы, которые, вот почти-почти, одна гея перевесит другую, пару грамм могут перевесить. Когда Всевышний в Рашушану будет решать, кто, какой год кому будет, мы никогда не знаем, чьи хорошие дела, чья какая-то митсва. Кто-то там один доллар дал вздохну или один шекель дал вздохну. Тот же никогда не знает, что перевесит. И наоборот, не дай бог, освышел, если что-то что-то сделал, противоположное, мы не знаем, что он может перевесить. Поэтому Тора обращается к каждому из нас. Смотри. Причём очень интересно, реэйн, есть знаменитые выражения, лучше сто раз один раз услышать, убедить, чем сто раз услышать, правильно? А тут реэйн, тут Тор говорит, смотри. Это можно увидеть, что есть браха, есть клава. К каждому нам, из нас, обращается Тор. Смотри, от тебя зависит, возможно, зависит будущее всего города, может, всего поколения, никто не знает. Ещё раз, с одной стороны, единица должна знать, что он зависит от всех, с другой стороны, все зависят, возможно, от одного. Вот они Рамом, Рамом опять-таки, тот же самый Рамом говорит, что когда человек что-то делает, он должен быть очень аккуратен, потому что никогда неизвестно, какая митва перевесит, и какой, не дай Бог, грех, может тоже что-то случиться. Дальше тоже важный момент. Раз уже мы говорим о митвоте, и наоборот, смотрите, что Тора говорит. Тора говорит, что я даю тебе благословение. Написано, что ты будешь соблюдать. Когда ты будешь соблюдать, у тебя будет благословение. Потом Тора говорит, если ты не будешь соблюдать, у тебя будет проклятие. Так интересно, что немножко стиль изменился. Сначала Тора говорит, что когда ты будешь соблюдать, у тебя будут благословения, ты будешь соблюдать все эти заповеди. Если ты не будешь соблюдать, мне написано, когда. То есть немножко Тора изменила стиль. Крымой Шипаченко говорит очень интересную вещь, чтобы заслужить браху, Это же условие. Как только человек начинает соблюдать, действительно хочет идти по правильному пути, мы сейчас видим, что это значит, сразу же браха готова, уже благословение есть. Если ты не будешь соблюдать, тогда-таки будет плохо. Но как только ты начинаешь соблюдать, то есть значительно легче Всевышнего на самом деле заслужить браху и благословение, чем, не дай Бог, наоборот. Поэтому написано, Гемора говорит, в моем, опять-таки, примере, как Грисейн, Гемора говорит, что если у кого-то будет действительно 50 на 50, опять-таки это очень тяжело себе представить. Разные комментарии даже задают вопрос. Понимаете, мы за год делаем миллионы, я не преувеличиваю, если вы посчитаете, мы за год делаем миллионы заповедей. Потому что каждый раз, когда мы ответили «Амэн», когда мы улыбнулись кому-то, каждое слово тоже считается заповедей. То есть мы за год действительно делаем, возможно, миллионы заповедей. И иногда у нас есть наоборот. То есть как человеку повезло, что у него ровно 50 на 50. Есть разные объяснения. Допустим, вот ему ровно, вот эти весы вот зависят. Уже пришло нашу шунай, и вот ровно зависятся весы. 50 на 50. Пришла комиссия, посмотрел. Куда он теперь? Казнить нельзя, помиловать, да? Эдгемора говорит, что в такой ситуации Бог говорит помиловать. То есть интересно, что Бог, поскольку Он милостивый, Он для того, чтобы человека спасти, если будет ситуация, написано, что Бог дал, написано, что Он простит. И в нашем мире, опять-таки, это навел, что на самом деле Всевышний, само собой разумеется, сейчас мы увидим, конечно, идея всего этого нет, чтобы кого-то именно наказать, чтобы кому-то отомстить и так далее. Всевышний, на самом деле, конечно, хочет, как и любящий отец, хочет своему сыну хороший год. И вовремя, что все те отцы, которые слушают мой урок, они желают своим детям всего хорошего. Каждый, если иврейский обычай, перед им кипуром благословит своих детей, то есть Всевышний не хуже хорошего иврейского отца. Есть причина, когда иногда надо его наказать, этого сына. То и написано, что, конечно, заслужить что-то хорошее значительно легче, чем наоборот. Потому что Всевышний действительно хочет нам дать что-то хорошее. И дальше только в нашей недельной главе вот эта знаменитая фраза, что мы дети Всевышнего, тоже наша недельная глава. Именно та недельная глава, которая перед вот этими 40-дневным моментом, именно в ней подчеркивается боним от Младши Малкейка. Все мы дети Всевышнего. Поэтому, когда мы будем молиться, мы будем просить Алину Малкейна. Так Всевышний, действительно, он к нам, как отец. И поэтому, соответственно, перед тем, как мы начнем все это подготовление, иногда люди начинают, вот сейчас само слово «раскарание», люди пугаются, расстраиваются, значит, вы не говорите, подразумеваются, что, значит, мы грешники. Людям не нравится такой подход. Сразу открываешь книгу, смотришь, значит, надо раскраяться, простить грехи. Такие грехи людям живут, у них все хорошо. Человеку, во-первых, надо действительно проверить, так ли это. Но надо помнить, что мы не приходим, на самом деле, в суд, и нас хотят наказать. Мы не приходим в суд Всевышнему, который, наоборот, хочет кому-то отомстить. Действительно, хотим, чтобы Всевышний, что хочет нам сделать браку. И дальше очень интересный момент, если на недельной главе, то стоит обратить на это внимание. Если посмотрите, первые где-то 10 предложений, там начинается такой момент, когда евреи, вы не говорите, что вы зайдете в землю Израиля, и у них была заповедь, они должны были уничтожить все идолов, снести все храмы, идолопоклонничество, разрушить все, там были месбейхаз, там жертвенники. То есть надо было очистить, очистить Израиль от всего идолопоклонничества, от всего язычества и так далее. После этого там несколько фраз, там разбить, снести, стереть и так далее, всех идолов. Потом нам интересная фраза, не делай это Богу Всевышнему твоему. После того, интересно, после того написано разбить, и снести, и стереть, Тора говорит, ну ни в коем случае для Бога такого не делать. То есть Тора, если по-простому учить, не надо разрушать, ни в коем случае не разрушать синагогу, ни в коем случае не разрушать храм. Так Раша приводит, очень интересно, то есть как бы запрет в Торе, запрет в Торе, не делай ничего плохого Всевышнего. Раша говорит, от имени Медоша, как вообще Тора думала, что нормальное здоровье еврей пойдет разрушить храм Всевышнего? Раша приводит, вопрос, зачем Тора, зачем Тора должна нам говорить, не вздумая делать такое для Бога? Ну, конечно, Эйчер Тор обращается к евреям, религиозно верующим евреям, и нам говорят, что ни в коем случае не разрушится синагогу. Говорит, Раша, Раша задает вопрос, кто вообще подумал, что еврей такое может сделать? И в тех, как я приведу Рашу ответ, я хочу задать вопрос на вопрос, по-еврейски. Еще раз, Раша задает вопрос, как вообще Тора могла подозревать, что евреи будут что-то такое плохое дело для Всевышнего. И Гребой Шефайнштейн, о котором мы уже упомянули до этого, он говорит, почему Раша так удивляет? Знаете, в Торе написано запрет, в Торе написано запрет не убить. Почему-то Раша не сказали, что еврей убьет, но это не евреи, что будет действительно подозревать, что еврей кого-то убьет. В Торе написано запрет, не прелюбодействие, в Торе написано много запретов, до поклонничества. Саму Эдол поклонничество, В Торе тоже изобрет до поклонничества. И Раша не говорит, как вообще можно подозревать, что евреи такими гадостями занимаются. Там очень некрасивые вещи Тора запрещают, всякие гадости. И почему-то Раша нигде не говорит, что такое вообще, как вы вообще евреи подозреваете, что такое может произойти. Здесь, почему-то именно здесь разрушить, храм разрушить еврейский, избег, еврейский алтарь, кто утрачивает, переживает, как это еврей, такого никогда не сделает. Больше говорит, что теперь основная вещь, что больше говорит, что любой еврей, даже если он совершенно нерелигиозный, он не отошел от Бога, он отошел от Торы, он ничего не соблюдает. Есть вещи, которые даже самые плохие евреи никогда не сделают. Разрушить храмы. Во времена войны было, мы очень много историй рассказывали, когда во времена войны, например, Второй мировой войны, когда фашисты заходили в города, и они брали Тору, они брали цветок Тору, раскрывали, и они очень часто просили кого-то из евреев оскорить этот цвет. Плюнуть, пойти, пройти, есть несколько, много, не только несколько, истории, которые приводятся, когда полностью нерелигиозные люди, люди, которые были очень далеки, когда им говорили, или мы тебя сейчас убьем, или ты должен пройтись, например, пройтись по Торе, порвать Тору, люди отказывались, люди, которые ничего не соблюдают, что есть такая вещь, как святая вещь, что ты можешь говорить, что тут, поэтому Раша удивился, даже все, те люди, которые все, может быть, нарушают. у любого еврея есть то, что называется вот эта искорка, и когда дело доходит до чего-то такого, еврея такого не сделают. То есть плюнуть, если так можно сказать, грубо говоря, плюнуть всевышний, бывает такая ситуация, что еврея что-то нарушили, иногда бывает ситуация, даже еврея, можно сказать, обидеться на всевышнего, все может быть, бывает такая ситуация, но такую вещь сделает, как плюнуть, как говорится, всевышний, это ее не может. Рассказывать, кстати, историю, если уже про Вторую мировую войну рассказывать, есть очень интересная история, я слышал, передоступил Радзмена, был еврей, который прошел через Вторую мировую войну, и, опять, не нам судить, он очень был, слой, если так можно сказать, на всевышний, после всех ужасов, которые он видел там, он, если такое слово можно сказать, он обиделся на всевышний, и рассказывает, что он, все, он, как бы, с ним поссорился, он принял решение, что на следующее утро он не будет молиться, после всего, что Всевышний сделал с евреями, всякие ужасы, он принял решение, что на следующее утро он молиться не будет, все, если так можно сказать, он ссорит, со Всевышним ссорит, после чего-то он проснулся, ссорит направленно, и потом он пошел в зал, он не молится, 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 но потом он пошел завтракать когда он хотел кушать он не мог кушать до молитвы есть такой закон, что он до молитвы богобоясь наяве, не кушает до молитвы так он подумал он смирился с мыслью, что он не будет молиться он не будет надевать пилин все, он в ссоре со всемышним но не мог заставить себя покушать до молитвы это он не мог и тогда он сказал, ладно, всевышний давай же, мы помирим Даже евреи, которые не все такие бывают истории, когда действительно евреи отходили от религии, но любой еврей какую-то искрку в себе несет. Мой же приводит интересный отрывок из Гимора. Гимора приводится, что во времена храма была семья коинов. И эту семью наказали. Почему ее наказали? Все коины служили в храме. И ее звали Билгас. Семью Билгас наказали. Причем ее наказали, потому что была девушка из этой семьи. Ее звали Мириам. Мириамбас Билгас. И приводит Гимора, что это была времена греческого. Когда греки завоевали иудею. И многие евреи, к сожалению, приняли эту самую еврейскую культуру. Приняло это что-то. Мириамбас Билгас. Она была из этого рода. Из какой-то каянской семьи. Написано, что она отреклась от иудаизма. То есть она приняла такие языческие обряды. Она вышла замуж за какого-то там греческого генерала. И потом написано, что она пришла в храм. И она ударила МСБФ. Написано, что она ударила в место, где приносили жертвенник. Она ему ударила ногой и сказала, ах ты волк, какая тебя польза. И поэтому мудрецы сказали, что если такая девушка из этой семьи, значит это показывает всю семью. Там целый геморр. Почему из одной девушки наказывают всю семью? Ну вот она пошла в храм и она ударила. То есть на самом деле она вообще не имела права заходить в храм. Женщина по месту не имеет права заходить. Там где стоит жертва. И она зашла в храм и она ударила МСБФ. Такой страшный грех. Мы должны наказать всю семью. Храм еще говорит, подождите. Написано до этого. Как история начинается? Она отреклась от иудаизма. Она начала поклоняться греческим идолам. Она вышла замуж за какого-то греческого генерала, солдата. Почему-то никто не паниковал. Никто не начал говорить. Когда вот она ударила жертвенника, она ударила жертву и к этому сказали, что тут не палатка. Опять говорит Ремойша. Потому что любой еврей, каким бы он был, не был. Да, он отрекся. Он поклоняется идолам. Ни в коем случае не Ремойша, ни Тора не говоришь ничего страшного. Очень плохо. Евреи должны все соблюдать. Но даже те евреи, которые, к сожалению, не соблюдают. У каждого еврея есть вот эта искорка. Есть вещь, которую он не сделал. Вот эта женщина сделала. Она ударила. Ударить. Ударить жертву. Это уже слишком. Так еще раз. Мы видим, что даже евреи, любой еврей, у него есть какая-то святость. У него есть какая-то искорка. У него есть что-то хорошее. Есть вещи, которые он не сделает. Кстати, сейчас вот этому еврею вот эту искорку надо теперь разжечь и подниматься. Но мы не вернемся теперь все-таки к Раша. Еще раз Раша задал вопрос. Почему же Всевышний должен нам запрещать? Если все евреи понимают, что такую вещь никто не сделает. Разрушить храм. Никто из евреев храм не разрушил. Никто из евреев такую вещь не сделает. Еще раз. Раша говорит. Зачем же Тора говорит? Раша вопрос. Зачем Тора нам запрещает, чтобы евреи не разрушали храм? И Раша говорит, что подразумевается не то, чтобы евреи не разрушали храм. Нельзя делать грех. Нельзя грешить. Потому что если вы будете грешить, храм будет разрушен. Вот что подразумевается. Потому что иногда наши деяния, наши действия, наши сожаления, когда евреи ведут себя не так, они должны вести. Из-за них происходят вещи не напрямую связанные. То есть не то, что евреи пошли и разрушили храм. Не то, что евреи не сожгли его. Из-за того, что евреи грешили 2000 лет назад, храм был разрушен. И вот что Тора говорит. Тора говорит, не греши, чтобы храм не должен был быть разрушен. Это такие отголоски того, с чего глава начинается. Что каждый еврей отвечает за всю нацию. И вся нация влияет на каждого еврея. Еще одно напоминание, что человек должен следить. И человек должен быть очень аккуратным, чтобы его поступки не повлияли, не дай Бог, на кого-то другого. Мы все одно единое целое. Соответственно, каждый человек должен за этим следить. Дальше, если вы посмотрите дальше на ангельной главе, очень часто упомянуто слово «радоваться». Наверное, чаще, чем в любой другой ангельной главе, «симха» — это слово. Кстати, есть еврейское имя. И мальчиков есть это имя, и девочек. «Симха» — «симха» — «симха» — «радость». И, кстати, в еврейском языке, в святом языке, есть очень много разных нюансов на разных ангелосах. «Симха», «рин», «радость», «счастье». Очень-очень много разных наших диалектов, разных моментов, как эту радость высказать. Что это очень важная часть иудаизма. Радость, счастье и так далее. В нашей ангельной главе это «симха», она очень часто упоминается. Интересно, она упоминает это двояко. С одной стороны написано «вы самахтам», «вы радуйтесь», «радуйтесь», «радуйтесь». В нашей ангельной главе приводится, что евреи должны были три раза в год приезжать в Иерусалим. Это было три праздника паломничества. Это надо было радоваться. «Сукас» — надо было радоваться. Подчеркивается — радоваться. Причем радоваться с Богом. Сам факт, когда еврей, любой еврей, когда у него есть возможность приблизиться ко всемышнему, у него это радость, и вот душа, и вот еврейская душа, о которой мы говорили, она как магнит, который чувствует радость. Написано, что «радуйтесь Богом». Кроме этого написано «радуйте». Написано, что еврей, он обязан, все это не занимает, написано, что надо радовать вдову, если, не дай Бог. Сирота, как «вы самахтам», там написано, что «радуйте», что вы должны проследить, чтобы у них были деньги. Причем в Торе написано «вторя вдова и сирота», потому что у какой-то женщины есть муж, она не должна из этого страдать. Если у какой-то семьи нет денег, само собой разумеется, им тоже надо помочь. Разумеется, что «вторя» подчеркивает вдова и сирота, потому что очень часто им сложнее, чем другим. Само собой разумеется, любая семья, любой еврей, есть у него материальные какие-то проблемы. Есть большая заповедь, большая митца «помочь». То, что мы говорим, что мы один целый народ, так радость, полноценная радость, это когда у них радость. Поэтому в Торе два раза, два разных оттенка радость. Наша радость, что мы себя радуем, и мы должны радовать кого-то другому, мы радуем их. Подчеркивается, что Бог подчеркивает, что мы должны проследить, чтобы у всех была радость, не только у самого себя. Очень интересно приводится насчет денег. Мы начали наш сегодняшний урок насчет миллион, полмиллиона. Иногда, когда дело доходит, все-таки тяжело. Особенно люди, которые все-таки выросли, не в стране, все были, конечно, хорошие. Но, знаете, у евреев это как бы дзадака, в любой синагоге, если вы приходите молиться, там есть специальное место, куда вы хотите положить дзадаку, пожертвование и так далее. И всем людям очень тяжело давать. Особенно, когда нет лишних денег. Эти лишних денег нет. Есть очень прекрасный пример. Бенешхай. Бенешхай был более ста лет назад главный раввин в Багдаде. Один из великих аксифарских раввинов. Добавил пример, что у женщины, комящая женщина, комящая мать, у нее рождается ребенок, у нее появляется молоко. И чем больше ребенок кушает, чем больше ребенку надо молоко, тем больше эти железы, они производят молоко. Если по какой-то причине женщина, например, ребенок заболел, например, и ребенок не будет кушать, она может потерять молоко, правильно? С другой стороны, по мере, как ребенок растет. Ребенок растет, ему надо больше молока. Чем больше он кушает, тем больше у нее молока. У нормальной здоровой матери. Тора на случай, что точно так же бы нашла говорить с деньгами. Конечно, неправильно ни в коем случае. Кто не говорит, что надо давать деньги, потом собирать, чтобы сам собирал. Поэтому специально постановили, что нельзя давать больше пятой части своих доходов, чтобы не получилось, что человек раздал, а потом саму надо собирать. Но люди, у которых очень часто деньги на хлеб с маслом хватает. И очень часто тяжело, да, тяжело, и боятся, что, понимаете, сейчас такое положение, сейчас день с деньгами, что знаешь, что будет завтра, и вообще в мире такое положение. Так, а очень часто бывает ситуация, когда чем больше человек дает, тем больше Бог посылает. В никакой случае, опять-таки, я не хочу не сказать, говорить, что евреи не дают очень много, посмотрите, сколько есть организаций, и сколько действительно люди дают, и действительно сердце радуется, по хорошим поводам, конечно, действительно, евреи, одна из наших, как бы, черта характера еврейского, это рахманин, что мы милосердные, мы даем. Просто иногда, когда человек боится, когда человек начинает бояться, что вдруг, вот если я дам, то мне саму не хватит. Вот мне надо посмотреть, на что человек тратит деньги. Очень часто, после того, как он себе все купил, вдруг, знаете, последний, у него последние три доллара забирают, после того, как он купил себе машину, дачу, яхту и вертолет, у него забирают последние три доллара. Ну, евреи иногда просто боятся. Надо помнить, что точно так же, как молоко матери приходит, по мере необходимости, так Бог дает деньги тоже, по мере необходимости. Еще интересный намек, если вы возьмете на иврите, на святом языке, слово бедняк, оно пишется они, они, через, не я как они, через алу, а они, они, через айн, так это айн, нун и ют. Три еврейские буквы, айн, нун ют. Если вы возьмете буквы, которые идут после этих трех букв, если вы добавили, после айн идет пейн, после ют идет хо, и после нун, идет сам, это кясо. Ну, кясо все знают, да, кясо даже люди, которые не живут, поздравляют, все знают, что такое кясо. Если вы добавите, если вы что-то дадите бедняку, у вас будет деньги. Опять-таки, я не, знаете, как стоял в коммерческих мирах, там внизу такая строчка, бежит строчка, что мы, конечно, ничего вам не гарантируем, и министерство взрывоохранения никакой на себя ответственности не берет, то, что я вам сейчас рассказываю, готовность оберет, и ответственность, более того, это единственное место, когда в книжках написано, что вы можете Всевышнего чуть ли не проверить, что вот если вы отдаете десятину, десятина приводится в нашу дневную главу тоже, человек, если он дает знаку, как положено, Всевышний ему вернет. Беремайт может быть очень редкое исключение, очень-очень редкое, и есть разные объяснения, когда они происходят, это тема отдельных уроков, но человек, который дает, я уверен, что многие из моих слушателей, зрителей, сами могут вспомнить про себя историю, когда вот я кому-то дал, и оно не вернулось, причем часто возвращается слегка. И поэтому еще одно напоминание, особенно перед этими святыми дними, которые у нас через несколько дней будут, одна из вещей, значит, мы говорим, что надо раскаяться, молиться и сдока. Надо тоже. Человек должен посмотреть, сколько он дает, куда он дает. Я говорю, что все дают, но просто надо, может быть, немножко больше. Это очень большая митсва, и действительно, точно, когда человек рабит кого-то другого, он бедняку что-то дает. Причем, когда мы говорим, бедняк, знаете, в старых книжках, там, рисовали всяких бедняков, знаете, в лаптях, потертых. В наше время, этот бедняк, у него, может, даже и нормальный дом сравнительно, и в машине, только что и не знает. Так экономика устроена. Но если человек кого-то обрадовал, кого-то привел радость, какой-то резкий дом, это, может быть, тоже не обязательно материально, это, может быть, надо просто помочь теплым словом. Если вы кому-то привели радость, вы самахтам, вы кому-то дали симху, вы себе, во-первых, вам приятно тоже будет. У вас будет симха, на Всевышних долгу не останется, значит, у вас тоже будет симха. Следующий момент недельной главы, который тоже большой момент, это закон о кашрут. На самом деле, они повторяются сейчас, они уже были упомянуты в предыдущих, в недельных главах. Здесь заново повторяются законы, какие кошерные животные, какие не кошерные животные, и приводится запрет крови. Интересный запрет, у нас немножко еще пару дней осталось. Запрет кушать, там написано именно интересно, кушать кровь, так, опять-таки, нормальный человек просто так кровь не пьет, не кушает. Имеется в виду, что человек должен, после еврея, поэтому у нас есть законы, что после того, когда уже корова или животное зарезано кошельным способом, надо просолить мясо, то есть соль, она как бы выжимает всю кровь. Интересно, что то ли написано, что не кушай кровь, потому что кровь это душа живого. кровь это душа живого. И это, кстати, напоминает, что в прошлом неделе, в прошлом уроке, я упомянул, что сердце, это как бы, отвечает за наши чувства. Здесь мы видим, что сама кровь это душа, так на самом деле, надо не забывать, что некоторые вещи в Торе, это не надо понимать дословно, это намек на это. Даже если вы хотите сказать, что, может быть, великие мудрецы Талмуда не обладали такими медицинскими открытиями, которые обладают современные медики. Может быть, это спорно, что они должны, не важно. Но Всевышний, который написал Тору, он точно, сто процентов знал, и как сердце работает, и как кровь работает. Понимаете? Если в Торе написано, в Торе сейчас написано, что надо Бога любить всем своим сердцем, написано, что в Торе кровь, в Торе написано, что кровь это душа всего живого. Вам просто надо понять, ни в коем случае не говорить, только когда ошибка, когда Всевышний пишет. Просто надо намек, что некоторые комментарии действительно так и объясняют, что поскольку любое живое, это то живое, у которого есть кровь, не может жить, если совсем без крови человек жить не может, так это как будто в крови находится сама жизнь, этой коровы, поэтому нельзя есть, нельзя улицовывать с этой кровью. У нас уже мы задели кровь, как я понимаю, люди соблюдают этот шут, конечно, покупают уже мясо в магазине, оно уже просоленное. Но есть два закона, которые я хотел упомянуть. Во-первых, человеческая кровь. Очень интересно, человеческая кровь, с точки зрения Торе, не запрещена. Запрещена только кровь животных. То есть, человеческую кровь, Всевышний никогда не запретил. Ее запретили мудрецы, но они очень интересно, ее запретили, потому что плохо выглядит, если человек возьмет стакан человеческой крови и выпьет. Но выглядит нехорошо. Поэтому мудрецы запретили любое употребление даже человеческой крови. И это надо знать, потому что иногда, если человек, например, десны кровоточит, может быть, человек кушает яблоко. Кто-то откусил яблоко, и поскольку у него слабые десны, на яблоке иногда, возможно быть, такие кровавые точечки. Их нельзя кушать. Это не по Торе, это бондарь. Мудрецы запретили, но вот эти кровь, есть никакая проблема, их нельзя кушать. Но это только если кровь уже подкинуло человеческое тело. То есть если у кого-то во рту вы не видите, что происходит, так это вы можете проглотить. Если у вас действительно ничего не надо было, у кого-то кровоточат зубы, так вы можете это проглотить, пока оно не вышло из человеческого тела. Но нельзя, например, высасывать, если кто-то, например, поранился, тоже нельзя высасывать кровь, потому что в семье что он делает? Это не запрет Тора, интересно, это не запрет Тора, но это запрет мудрецов. Насчет крови. И еще интересный закон, не напрямую связан с кровью, но связан с этим предложением, что поскольку кровь считается как бы жизнью, поэтому в Шаббес, в Шаббес мы знаем, что в Шаббес нельзя убивать. Одна из запрещенных, одно из запрещений, то, что Бог запретил, одно из запретов Торы, это убивать в Шаббес. Насчет водных убивать, так нельзя в Шаббес выжимать у себя кровь. Если кто-то, например, поранился, иногда, чтобы не болело, выжимают, знаете, выжимают, например, кровь, или высасывают кровь, в Шаббес это делать нельзя. Более того, если укол, укол который сто процентов принесет, чтобы было кровотечение, или брать, например, кровь, так это запрещено. Опять-таки, если, например, у человека ездить на вопрос жизни и смерти, например, у диабетиков им надо, они должны знать, например, свой сахар и так далее. Другая ситуация, но в целом, поскольку кровь это душа, не дословно, то есть оно дословно, не дословно, понимаете, но здесь в Шаббес, получается, нельзя, нельзя выжимать, нельзя, ни в коем случае ничего такого делать в Шаббес. Просто, между прочим, раз зашла тема, я решил просто упомянуть. Давайте просто в двух словах я хочу вернуться к основным моментам моего урока. Мы начали с того, что Рей Браха Всевышний нам показывает, что я хочу вам дать благословение. Мы сейчас входим в Микву, выходим в сорок дней, в сорок дней очищения, в сорок дней, когда мы можем заново родиться, мы можем стать совсем другими, именно такими, как мы хотим, по-настоящему. Мы сказали очень интересные вещи, когда Всевышний к нам относится как к больным артам, что мы его дети, любой еврей даже, самый плохой, есть вещи, которые мы никогда такого не сделаем. и каждый индивидуум, в единственном числе, от него зависит все общество, и от каждого общества зависит индивидуум. И в конце вот этим упомянуем, мы просим ху, чтобы действительно, чтобы у нас была действительно радость, чтобы мы радовали, чтобы мы других были радовались. И «элун», в последний момент, «элун», есть буква «Алла пламы дво пламы», это первая буква, отрывка из песни песней, «Ани лы доди вы доди вы доди вы». Я другу моему, и друг мой ко мне. То есть я, как еврей, еврейская нация, друг мой, это Всевышний, и это тот месяц, который даст Бог, чтобы наши взаимоотношения со Всевышним поднялись на лучший уровень, чтобы действительно у нас было много радости, чтобы мы радовали Всевышний, Всевышний радовал нам, и чтобы, потому что мы был вновь, этот храм, который был разрушен, к сожалению, из-за того, что евреи себя ввели в нетах, они должны были себя вести. И даст Бог, чтобы он действительно был отстроен, чтобы у нас был хороший год, и до встречи в следующей неделе. Всего хорошего.